Приветствую вас. У меня к вам, пожалуй, несколько вопросов будет по поводу вашего текста, которые я, как психолог, хотел бы вам задать, потому что считаю их достаточно важными. Вы говорите о том, что любите своего мужа. Я не понимаю в том, сразу скажу, я не понимаю в том, что вы его любите. Вот. Но я бы хотел, конечно, у вас уточнить, как конкретно проявляется ваша любовь по отношению к нему. То есть по отношению к вашему мужу. Как проявляется любовь, я хотел бы у вас вот спросить. Вот. Потому что это на самом деле такой довольно важный, важный довольно нюанс. Вот. И мне бы очень хотелось узнать, что вы вкладываете в понятие любовь. Почему? Почему мне это представляется таким важным? Дело в том, что если и когда мы любим, условно говоря, человека, если и когда мы любим, условно говоря, человека, то нам хочется, чтобы человек этот был, к примеру, значит, счастлив. Нам хочется, чтобы у человека этого было все хорошо. То есть нас волнует, чтобы он был в достатке, чтобы он был доволен и так далее. Я не заметил у вас в тексте того, что вы именно заботитесь о счастье своего мужа. То есть меня нет в том, что вы хотите, чтобы он был счастлив. Вот. Я заметил только то, что вот вас волнует, что он там по сторонам смотрит, да, и так далее. Вот. То есть я не говорю, что это именно прямо плохо. То, что я не заметил этого. Но вот как минимум, как минимум хотелось бы этот момент удостоверить. Если вы говорите, что вы любите его, если вы говорите, что он вам дорог, если вы говорите, что, ну, что вас заботит он, да, то, соответственно, ну, любовь, она должна проявляться как-то. Я не увидел, я не увидел ничего такого, да, что, значит, демонстрировала бы вашу любовь к нему, к сожалению. Дальше, значит, вы пишете, что мужчина, он, соответственно, там, перестал обращать на вас внимание, да, вот. Вы пишете, что человек стал по-другому, главная цифра, как я понял. Вот. Ну, очень, на самом деле, желательно узнать, что именно произошло. То есть, как конкретно и в какого момента ваш муж начал к вам относиться и наш, по-другому. Что-то, грубо говоря, что случилось, что произошло. Вот. Вот это, на самом деле, очень важный момент, поместаем. А... Чего вообще все началось? Может быть, вы ссорились, и это результат ссоры. Может быть, вы, там, у вас было, эм... Например, эм... Победение... Какое-то... Такое... Не совсем, эм... Позитивное. Скажем так. Что... Не совсем... Не совсем... Такое, которое вот... А... Ну, ну... Которое радовало бы вашего мужа. Вот. Вот. То есть, это все очень важные моменты. Тоже. Без причины, без понимания причин, я бы сказал, что вам помочь, эм... Будет нельзя. Потому что, эм... Непонятно, с чего все началось. Дальше. Эм... Вы пишите о том, что, эм... Значит, муж хочет развестись, и так далее. Что он говорит? Чем она, чем она объясняет? Эм... Свою... Потребность... С вами развестись. Как он это объясняет? Как он это... Эм... Преподносит? Что его не устраивает? Дает ли он вам... К примеру... Шанс... Там... Ну, например... Ну, например, да... Исправиться. Вот. То есть, это, на самом деле, тоже очень важный момент. Что для вас означает тот факт, что человек хочет с вами развестись? Вот конкретно для вас, что это означает? Как вы восприняли? Опять же, если вы человека любите, если вы его любите, допустим. Да? Если вы его любите. То мне кажется, что если вы его любите, вы, ну, как-то вот его позицию такую, да, вы примите. Потому что, ну, раз любимый человек решил, так, ну, значит, это его желание. Оно мне не подрешено, я его приму. Вот. Вот. Вы не можете, например, принять это... Ну, вы не можете, например, принять это его решение. Потому что, допустим, вам страшно остаться одной, вы боитесь остаться одна и так далее. Но это уже разговор про вас. Понимаете? Это уже разговор про ваши чувства, про ваши эмоции, про ваши какие-то, ну, потребности, да, и так далее. Вот. И путать эти вещи, на мой взгляд, нельзя ни в коем случае путать эти вещи. Вот. То есть нельзя, чтобы они все вот как-то, ну, смешивались воедино. Понимаете? Вот. То есть нельзя, чтобы данные аспекты, да, чтобы данные аспекты сливались в одно. Для вас. Вот. Есть любовь. Есть любовь. Есть любовь. А есть, соответственно, то, что хотите вы. И это нужно, на мой взгляд, разграничивать. очень четко и, как бы, адекватно. Потому что, в противном случае вы получите только разочарование, на самом деле. Ну, я имею ввиду, для себя. Вот. Далее вы спрашиваете, будет ли грехом его, соответственно, привлечь. Да? Тут нужно поднять религиозный вопрос. Потому что поступаете вы против воли человека, а это означает, что, ну, да, да, это, по-видимому, действительно будет таким грехом. Это, по-видимому, будет, ну, действительно, чем-то очень негативным. Вот. По-видимому, да. И, самое главное, опять же, вопрос возникает. Как? Так. Вот как вы сами, а, значит, соотносите, соотносите свою потребность его привлечь, да, с тем, что вы его вроде как любите. То есть, ну, должна быть какая-то позиция. Поэтому вопрос у вас. То есть, вы либо любите и уважаете решение и желание человека, либо вы любите и уважаете, либо вы не любите и не уважаете тогда в таком случае, а просто преследуете свои интересы, которые у вас есть, которые адекватные, которые, в общем-то, имеют право на существование и так далее, но которые к любви не имеют никакого отношения. Вот. Далее. Считаете ли вы, что простое привлечение своего мужа, без анализа ваших отношений, без анализа ваших отношений, простое привлечение вашего мужа, даст ли оно эффект, даст ли оно результат? По моему мнению, нет, по моему мнению, результата, такая позиция, результата, такая позиция дать не может, в принципе. Потому что, ну, как бы это очевидно, да, очевидно, что человек, он, хочется развести с вами, потому что его, там, объективно что-то не устраивает. И вам не хочется, не хочется узнавать, например, что именно объективно его не устраивает. То есть вы не хотите работать над отношениями, вы не хотите, там, грубо говоря, вникать в то, что происходит. Вот. Вам хочется просто его вернуть, как бы, вот. Но это, к сожалению, не про любовь. Опять же, это больше именно про какие-то, ну, потребности. Понимаете, это больше про какие-то вот именно потребности ваши, в первую очередь. Так что, мне кажется, что вам необходимо определиться с тем, что, что же вы все-таки по отношению к своему мужу чувствуете. Вот. И что вы хотите, вообще говоря, с этим, ну, с этим делать. Вот. Потому что, как бы, не очень понятно. Вот. А вот, в принципе, наверное, так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. А я надеюсь, что это было полезно для вас, я надеюсь, что вы извлекли для себя что-то интересное, надеюсь, что вы извлекли для себя что-то, ну, что-то такое конструктивное, что поможет вам в вашей ситуации. То есть, ну, разрешить ситуацию именно, вот, ну, с мужем. Потому что, как бы, значит, ну, в приятном случае ничего просто не получится у вас. Вот. То есть, не получится, потому что это, ну, это не развитие отношений, это не, это очень, очень похоже, похоже на, знаете, на какую-то реанимацию просто, да, и все. Вот. То есть, вы не хотите понимать, что вашему мужу вообще не хватает, вот. А вам хочется просто, ну, просто вот получить, например, что всем вынуждает, да, и все, как бы. Ну, вот. Ну, вот. То есть, свои страхи хочется купировать. Я вас понимаю, но без разбора себя это лишено всякого смысла. Вот так можно вам ответить. Надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, обращайтесь в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.